Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вас приветствую в городе Курухтианапа, в Варваровке. Мы едем сегодня с вами в Соко. Но, к большому сожалению, появляются плохие новости. И это опять сулит напряженности в сезоне. Может быть, быть и провал сезона. Так как у нас ночью атаковали беспилотники Джанкой. И самое страшное из всего того, что происходило, что эти беспилотники целялись в гражданскую инфраструктуру. Были начинены шрапнелью. И это говорит о том, что охотились именно на мерные населения. К большому сожалению, вот такие вот моменты происходят. И люди начинают переживать по поводу общолетнего сезона и поезда к нам на юг. Мы будем надеяться, что наше ПВО будет работать стабильно. И все будет хорошо на наших курортах. Вон он, вон полетел, да? Вон. Ой, потому что прямо соседи падают что ли, да? Ёб твою мать! Он прям рядом лупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? Из хороших новостей у нас РЖД запускает поезда из Белоруссии к нам в Анапу. Это прекрасно. Новости сябры вас. Всех крепко обнимаю. Очень сильно жду и буду рад вас видеть. К нам сегодня приехала машинка из Саратовской области. Давайте посмотрим видеосюжет о том, как это было. А потом я уже буду рассказывать вам, где я нахожусь и что вокруг меня происходит. Тут вообще птички поют, водичка шумит, церковь. Деревья распускаются. Красота. Ну, давайте к видео. Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас в станице Анапска. У нас сейчас происходит очень важное действие. Приехала машинка из Саратова, которую загружала Слава Куна со своей женой. Иван, его жена, моя подписчица Ирина. Им огромнейший привет. И мы сейчас будем получать уже нашу машинку в Анапе. Это нереально круто и нереально быстро все происходит. И это больше всего радует. Подключаем трос. Сейчас ее будут стягивать сюда. У нас машина уперла что-то на тот бок. Это немножечко печально, но под контролем. Все, профессионалы выполняют свою работу. Так, попытка номер два. Столкнули ее вперед, чтобы она не цепляла. И вот сейчас она выходит потихонечку. Чуть-чуть еще право сделай. Право еще делай. Все, ровно. Ровно. Еще чуть-чуть право сделай. Вот так, потихонечку. Знаете, как пережил? У меня такой бодраж прям. Все. Она оттуда вышла. Ну что, здравствуй. Наша новая машинка. Красавица. Резина уже прям отлично. На кузовщину не смотрите. Это вообще бессмысленно. Когда смотрю, как там машины шпаклюют, красят перед отравками. Все, у меня смешно становится. После того, как я особенно увидел буханку из Днепра. Как она там по лесам щемится. То это крепление на крышу. У нее также есть свой багажник, друзья. Все, собственно. Эдуард справился с работой. Машинку мы отпускаем в обратную сторону. Ну, говорит парень, что, возможно, поедет куда-то дальше. Все, пока. Слушайте, вот эта система. То есть, он подает дальше кузов. Машинка спускается вниз. Эвакуационную службу Анапы благодарим. Денег с нас не взяли. Если вдруг вам надо услуги любого эвакуатора, обращайтесь. Телефончик вы видите на экране. Ребятам низкий поклон. Ну, а мы находимся в станице Анапской на СТО «Вектор». Скоро приедет Максим. И мы потом сделаем обзорчик с вами буханки. И что в ней внутри есть. Дорогой Слава, твою жену. Благодарю. Низкий поклон. Спасибо вам большое за помощь. Теперь осталось дело за малым. Приговор Максима. Об этом смотрите уже в следующем нашем видеосюжете. Ну, и, конечно же, СТО «Вектор» на переулке Тихом-28 в станице Анапской. Я благодарю за то, что помогают нам. Сам Эдуард, руководитель СТО, помогал мне с разгрузкой, так как Максима не было. И на их территории мы будем ремонтировать эту машину. Теперь о месте, где мы с вами сегодня находимся. В одном из комментариев я прочитал о том, что мои подписчики хотели бы побывать в СУКОДО. Но там не были и не слышали, что там за новостью. Я готов выполнять ваше поручение. И еду сегодня в СУКОДО. Посмотрите, распускаются не только цветочки, но уже и листики. Остановился в Варваровке. Так как всегда это делаю, здесь находится храм Варвары. И также есть источник, в котором я обожаю просто пить водичку. Сегодня не взял с собой бутылку, так как поездка оказалась незапланированной. Ехал с разгрузки машины. Заехал в КИТ, в котором должны прийти две посылки. Одна для солдат, отправила моя подписчица. Одна посылка для доктора с Луганска, который сейчас находится в Анапе. И ожидает эту посылку, так как она должна была прийти еще перед выходными. По итогу сегодня вторник. Машина стоит у них только на разгрузке. Попросил посодействовать как-то побыстрее. На что мне сказали, вообще без вариантов. В общем, КИТ хреновая. Служба доставки, ребятки. Я бы как бы вообще без проблем подождать. Да ничего страшного. Но у человека сегодня в 5 вечера поезд, и он уедет. То есть мне сказали, только чудо вас спасет. Я просил, может как-то фамилию оставлю, если попадется что-то. Говорят, без вариантов. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Храм выглядит очень красиво. Именно поэтому я поехал в Соком. Потому что надо откуда-то взять позитива. Моречко, тут любимые места. Вот этот же самый родник, откуда мы сейчас хлебнем побольше водички. И зарядимся всей этой святой силой нашей страны. К родничку можно пройти через такую вот калиточку. Сюда часто приезжают разнообразные экскурсии. Также люди очень многие набирают здесь водицу. Течет здесь постоянно. Поэтому очень классно и чисто. Летом, в жару, когда проезжаете мимо, обязательно советую вам остановиться, умыться. И почувствуйте себя заново живым и сильным. Ваше здоровье. Пускай везде будет мир, мир, но всем небо над головой. Как вкусно, ребятки. Так, все. Надо переключаться на позитив. Здесь такая вот имеется фреска. Или икона, как правильно назвать, над этим родничком. Место очень красиво. Особенно, да, в жару заезжаешь. Здесь видите, сколько деревьев, тень, листвы, холодная вода. Это просто невероятно, дорогие друзья. Поехали в сторону сука дальше. Сама по себе Варваровка. Очень интересное место для переезда в Анапу. Потому что находится недалеко за горами. Здесь не так сильно продувает ветром. Более такой интересный климат. Более стабильный, что ли, можно сказать. Также здесь есть школа, амбулатория, центр, дом, культура, детскую площадку. С футбольно-волейбольным тоже площадочкой проезжаем. Почти все мне нравится то, что такая, знаете, уютная обстановочка. Одна небольшая дорога. И под ней двигаются неспешно автомобили. Добрались до центра. Раньше, когда Варваровка была именно винзаводом, здесь находился магазин. Продавали вины именно с этого винзавода. Сюда очень часто приезжали и гости курорта, и самые местные жители. Потому что они очень ценили здесь. В центре, видите, что людно. Здесь много магазинчиков разнообразных на любой вкус и цвет. То есть вся инфраструктура в поселке присутствует. Если вдруг вас заинтересовало это видео, наберите у меня на канале Илья Рейтинг Новостроек. И посмотрите домики, которые он здесь строит. В Варваровке досуко показывает на указателе 4 километра. Смотрите, листиков еще нет. И очень хорошо видно можжевельник. Можжевельник. Можжевельник это вообще божья длань, так сказать, этих мест. Потому что обеззараживает воздух. И его надо ценить и беречь. Его не так уж и много. Приезжаем в жилой комплекс Шингари. Которым проживает одна из моих подписчиц. Которую недавно мы встречали на набережной при прогулке. Им огромнейший привет. А здесь, с правой стороны, находится мемориальный комплекс. Возле которого имеется парковочка, на которой можно припарковать свою машинку. Выйти, посмотреть вокруг. Здесь фикарный вид на море. С левой стороны база отдыха Шингари. А здесь вниз есть спуск. Он летом платный. Это также вопрос законности. Там можно подъехать к Варваровской щели и искупаться на пляжиках. Тоже очень хорошо. Ну, либо машину оставить здесь и прогуляться пешочком. В принципе, расстояние небольшое. Один из любимых пляжей зимой, когда езжу на машинке. Туда можно приехать с мангальчиком. Самое главное, всегда оставляйте после себя чистоту. Мемориальный комплекс посвящен тому, что здесь в ночь на 1 мая 1943 года моряки, разведчики под командованием капитана Калинина ДС приняли неравный бой с фашистскими захватчиками. Они отдали жизни за нашу советскую родину. Вечная слава героям. Место очень сильное. Поэтому обязательно, ребят, посещайте, приносите цветы. И мы должны помнить о том, что наши деды, наши прадеды отдавали свои жизни за то, чтобы мы с вами жили под мирным небом. Большому сожалению, сейчас это немножечко забылось. И поэтому враг снова набирает силы. Приехал вам показать шикарный вид. Здесь по пути к Суку есть парковочка, где вы можете остановиться и пройти до Ротонды. Но увидел здесь гуманитарку. Я так понимаю, смотрите, трусы, детские трусы, взрослые, одежда какая-то валяется. Здесь то же самое. То есть, походу, перебирали подушки и разбрасывали все то, что не надо. Ужас просто. Что за люди, что за свиньи. Это вот на подъезде в Суку. Проходят парковки в сторону Ротонды. Здесь открывается шикарный вид на само Суку. Если, конечно, вы прогуливаетесь пешком, что в наше время маловероятно, то можно было вообще пройти через горы и сразу отсюда увидеть, как выглядит и сама долина Суку, и пляж непосредственно сверху. Туда заглянуть у нас еще будет впереди возможность. Здесь, в этой Ротонде, открывается, наверное, самый великолепный вид на горы. Большой Трищ. Моречко наше любимое. Можно любоваться на это вообще бесконечно. Единственное, здесь также салфетки развешаны по кустам. Это выглядит не совсем лицеприятно. Так же, вот готовится дерево зацвести. Слушайте, у нас вроде бы распогаживаются потихонечку, и, возможно, в скором времени станет красиво. Самым главным украшением этих берегов является, конечно же, можжевельник. В зеленых цветах. Это очень волнующе. Такие места, ребятки. Но мы едем дальше, в долину Суку. Мы въезжаем в Суку. С левой стороны здесь парковочка. Я летнее время паркуюсь в основном на ней. Потому что в других местах, в таких парковочных местах, очень тяжело. То есть, так же, вот одна дорога. Она ведет непосредственно на Большую Трищ, разветвляясь там дальше. Либо налево к Кипарисовому озеру можно проехать. Я сейчас буду пытаться здесь, с правой стороны, припарковаться. Но здесь проход на пляж. Так как не сезон, парковочные места здесь есть. Вообще, долина Суку от моря расположилась туда, в сторону гор. Там находится Кипарисовое озеро. Обзор, на которое вы можете посмотреть на канале у меня. Добраться до сюда, до Кипарисового озера, либо на Утрич можно при помощи вот такой вот маршрутки 109. Если вы хотите на Кипарисы, просто сажайтесь на маршрутку с надписью Суку. Если хотите на Большой Утрич, то там будет написано Большой Утрич. Они с одним номером ходят немножко по разным направлениям. Поэтому имейте это в виду, чтобы не ошибиться, и потом не ждать долго маршрутку. Раньше, приезжая в межсезонье, здесь была тишь да гладь и тишина. Сейчас построили жилые комплексы здесь в долине Суку. Видите, появился парк аттракционов. Сейчас он не функционирует, в дальнейшем заработает. Также изменения, то что, видите, появился какие-то торговые павильоны, как я понимаю, ну и парк развлечений туда увеличивается все больше и больше. Работают магазинчики разнообразные. Есть кафешечка такая тоже на входе Старый Хутор. Я неоднократно снимал на него обзоры. Очень хорошо, вкусно. Единственное, по деньгам может быть немножко небюджетно. В ту сторону у нас находятся Магнит и Пятерочка. А также вот с этой стороны у нас расположен лагерь смены. Детские, оздоровительные, которые известны на всю нашу необъятную родину. Ну а сейчас давайте пройдемся к морю. Эти магазинчики работают в сезон. Сейчас работает только магазин табак, к большому сожалению. Мужчина приехал в костюмчике с рубашкой, фотографирует что-то. Наверное, хочет прикупить. Ранее здесь было колесо обозрения. Сейчас его отсюда убрали. Наверное, денег не приносит. Хорошо, туда далее вот река Суко находится, от которой постоянно здесь какие-никакие бывают проблемы. Ну и сейчас мы можем увидеть, что в основном проходы все закрыто и ничего особо не работает, к большому сожалению. Хотя хотелось бы. Раз это. Здесь были раньше торговые ряды, но по суду их посносили, потому что возвращая там куда-то территорию, в итоге у нас проход сужается постепенно, превращаясь вот в такой проход между заборов и торговых рядов. Сейчас что-то как-то даже для меня удивительно. В это время года здесь практически точки торговые не функционируют. Хотя в Суко самые стойкие продавцы всегда и продавали все, несмотря на погоду и время года. Хотя вот одна торговая точечка работает. То есть я думаю, что те люди, которые здесь давно не были, могут даже не узнать этот проход, потому что ну очень много сносов здесь произошло и изменений таких, которые как бы влияют на внешний вид. Ну люди есть, прогуливаются, смотрят по сторонам. И я думаю, что должна появляться какая-то ностальгия и желание сюда приехать, наверное. Хотя для меня проходы к морю это должны быть зелень. Вот видите, там за этими ворьками есть деревья, они цветут, скамеечки, урны, которые мы с вами ни одной не видим. Да, даже возле источника, которого пил водичку, там была урна. Здесь не могут себе позволить поставить все эти предприниматели, которые сдают эти торговые ролеты в аренду. Если вы думаете, что сейчас просто не сезон, а потом к сезону все изменится, вы глубоко ошибаетесь. Здесь не появится ни одной мусорки, ни одной лавочки, к большому сожалению. Хотя я хочу ошибаться, и вдруг в этом году прям бац! И все зацветет, и посадят деревья, и будет прекрасно. Ну, видите, я не разочаровался в торговцах. Это мои, по-моему, подписчики тут работают, продают разные аксессуары. Очень интересно даже разглядывать закрытые точки. Сейчас нет никакого шума информационного, музыкального. Просто идем к морю. Отсюда я уже вижу его гвать. Никаких глобальных изменений в этом сезоне, походу, здесь больше не будет. Только вот поисчезали некоторые торговые павильоны. Там делают заборы. Значит, были какие-то кафе, либо торговые ряды. Пишите, если вы где-то обедали, что-то ели, где-то что-то покупали. Будет интересно для всех наших дорогих зрителей, которые смотрят данный видеосюжет. Ну, и пользуясь случаем, прошу вас, ребятки, поставьте лайк, напишите комментарий. Подписывайтесь в группу ВКонтакте Юрий Азаровский. В Дзен такое же название. Ну, и, конечно же, группа в Телеграме. Там больше общения, больше информации, потому что нет ограничений. Можно говорить обо всем открытой. Вся информация с видео, в первую очередь, попадает именно туда. А потом уже мотируется в ролики и другие соцсети. Не могу сказать, что сильно мусорно. Вот отдельные какие-то там пакеты валяются. Но это не критично, поэтому ругаться по этому поводу не будем. О, вот это для нас новости. Смотрите, устанавливают забор. Теперь 100% туда, в левую сторону, проходить нельзя будет. Раньше был еще туда проход, он же раньше даже единственный. Остается только вот сюда проход на центр у нас. А это колючая проволока будет? А скорее всего. Да ладно, прям, чтобы люди чувствовали себя прям на курорте, да? Да. Вообще отлично. Все, как говорится, для народа. С правой стороны у нас, здравствуйте, территория Министерства обороны находится. Прям наблюдаем за изменениями. Вообще. Люди возмущаются по поводу колючей проволоки, тоже это не нравится. Россия, это причем территория Министерства обороны. Кстати, многолюдно встал туда-сюда, ходят люди с моря на море. Какая красота. С весной у нас, друзья. С весной у нас, друзья. И хочется даже понюхать эти нарциссы. Уверен, от них просто супер аромат. Есть сосенки по правой стороне, скамеечка огромная, которая здесь появилась с фонарями. Это тоже большой плюс этого прохода, потому что здесь есть вот в этих местах возможность посидеть. Здесь не хватает только урн, и чтобы такое благоустройство было непосредственно по всей территории. Летом, конечно же, под солнечными красками здесь выглядит все гораздо более приятно. И вот песок, который метет с пляжа, тоже убирается. Чистота здесь будет идеальная, так как здесь пляжем руководит очень хороший человек. Я к нему отношусь прям большим почтением, потому что отвлекается на все просьбы отдыхающих. Это большой плюс этого места. Выходим на центральный пляж поселка Суком. Сейчас, конечно, благоустройство здесь ожидать не стоит. Но самое главное, чтобы было чисто и был убран мусор, который сюда выкидывают волны. Могу сказать, что, в принципе, выглядит все очень хорошо. Вся лицевая сторона прибрана. Ну, понятно, мусорок нет. Люди оставляют бутылки там, где пили, там и бросили, к большому сожалению. Очень советую подниматься на гору Суко. Оттуда открываются шикарные виды. Сегодня не пойду сам, потому что был дождь. Будет скользко, грязно. И посмотрите, прогулочка в ту сторону вдоль берега вызовет у вас тоже очень много эмоций. Тем более можно дойти там до шикарничьего пляжа. Ну, и морюшко сегодня такое прям темное, настоящее, морское, классное. Не хватает только еще сильной волны, чтобы полностью прочувствовать все эти эмоции морские. Но ветер только разгоняется. Возможно, усиление и будут вам настоящие волны. В общем, такая вот обстановка на пляже Суко. Ну, ложка дегтя. Тоже присутствует. Вот я сразу не увидел. Здесь, с правой стороны, если смотреть от моря, вот такая вот свалка организовалась. Ну, даже можно сказать, что это просто сбор мусора, который убирается в пляж. Может, даже не стоит ругаться, потому что все, в принципе, аккуратно лежит. Может быть, как раз-таки подготовка именно для того, чтобы в дальнейшем вывезти. Ну, вот, имеет место быть. С штормами опять накидала песочка такого. Один раз прихожу после шторма, а ко мне на пляже Суко нет. Меня тогда это очень сильно удивило. То, что ранее таких моментов не замечал. Именно за этим пляжиком. Ну, потом гальку тоже выкинуло в море. Здесь гальку образует мергель, из которого состоят все наши горы вокруг. И многие всегда видят такие пляжи, то, что со скалами. И говорят, это Анапа. Да ладно. А еще здесь самое чистое море, друзья. Посмотрите, какой оно-то сейчас в шторм. Вода просто невероятного цвета. Лазурь ее отдает вот до берега. Очень красиво все это выглядит. Я еще раз повторяю, советую подниматься в горы. Очень хорошая прогулка. И обязательно гуляйте в ту сторону. Там есть на что посмотреть. Особенно, когда пройдете полностью вот это место, там будет секретный пляж. Если будете отдыхать в этих местах. Очень хорошие променады можно осуществлять вдоль берега. Или здесь он такой, как галечка, едет под ногами. Это будет полезно для ваших ног. Температура воздуха 12,2 возле моря. И температура посредственно самого моря 11 градусов. Шикарная погода, чтобы получать удовольствие от таких прогулочек. Шумит море. Мне очень нравится, как на галечных пляжах оно это делает. Прямо такое перебирание камушками. Ну, все равно песчаные пляжи это вам лав. Вот самое интересное. Вот у меня в жизни как-то вот менялось предпочтение. Все детство я очень сильно любил песок. Ну, как вообще не приемлил камни. Потом пришла юность. То есть в районе 20 лет я начал ездить часто на большую трищу. И прям обожать каменные пляжи из-за отсутствия песка, который попадает во все места. Далее я потом стал фотографом и безумно влюбился непосредственно в песчаные пляжи города Анапа. Сейчас для меня это самый лучший вид отдыха. Потому что с моря вышел, легкий песочек. Босичком ходить гораздо более приятно. Вот так вот в течение жизни. Не знаю, как там будет к старости. Но в данный момент времени песок это для души, тела и сердца. Лучшее место на земле. Девушки решили форсировать реку Суко. При этом снимать это все еще и на телефон. И большое прям удивление у них может получиться, если они вдруг не дойдут. Мостик, видите, лежит с той стороны. Потому что река разливалась и, к большому сожалению, смывало его. Ребята, которые занимаются оборудованием пляжа, его сохранили. Ну, я думаю, летом установят. Сейчас непосредственно перебраться по суху на ту сторону. Можно вот этой конструкции, которая с той стороны находится. Ну, либо попробовать где-нибудь в этом месте перепрыгнуть. Хочется дойти и показать вам, как выглядит вообще пляж Соко туда дальше за углом. Сама речка сейчас выглядит довольно-таки чистой. Не чувствую от нее никаких посторонних запахов. Потому что были сообщения о сливах в нее. Так что все прям очень хорошо и красиво. Течет море она. Вот такой вот колистый берег. Отсюда по-другому раскрылся длительную дорогу к секретному пляжу Триш и само Соко. Вот отсюда можно вообще бесконечно смотреть на море и слушать, как оно шумит. Вот так вот выглядит это препятствие, через которое мне придется попробовать пройти. Все, что-нибудь прям очень-очень интересно. Видите, тут бочка. Я преодолел. Ноги не замочил. Обратно будет еще интереснее. Мы добрались до этих скал, в которых можно немножко полазить. Ух, как здесь шумит вода. Здесь впереди, видите, тоже каменные гряды, которые останавливают волны. Из-за этого здесь такие прям райские берега. Плюс здесь затищи от ветра. Шикарно, друзья. Очень классное место. Для того, чтобы провести свой выходной день. Со всех сторон шум моря. Еще не хватает только для полного счастья солнца. Ну и людей, которые бы пришли, так сказать, выпили и за собой брали. Но все равно относительно чисто. Потому что я видел и в более плохие годы. Такие надписи оставляют вандалы. И вот, что я хотел вам показать. Это вот эти вот каменные гряды. На них тоже надо попасть. Аккуратненько пройтись. И увидеть, как выглядят эти места. И поверьте мне, вы будете рады, что потратили силы и время на преодоление рек, километров, чтобы побывать в таких удивительных местах нашего Анапского района. Идешь ты по скале. Ай, главное не упасть. Смотрю на камеру, можно подскользнуться и уйти. Потому что там чуть ближе к воде камушки такие скользкие. Вокруг тебя море, горы. Красота. И это все, друзья, Анапа, понимаете? В одном городе собраны все прелести каких-то других территорий, городов того же самого Крыма. Поэтому Крым всегда и сравнивают с нашей Анапой. Вот вам всегда чистейшее море. Пляж Суко. Приезжайте и не знайте горя тому с камкой, которая на песчаных пляжах имеется у нас. Приходите в такие вот секретные места и пляжи. Плавайте с маской, рассматривайте достопримечательности. Кипарисовое озеро, заповеднику трещь, свежащий воздух, возможность лазить по горам. Все в одном месте. Вот так вот. Прошел немножечко вперед. И здесь опять экстремальная такая прогулка. Смотрите, небольшой такой скат. Стильный, ну, уклон не сильно большой. А здесь тоже такая волна. И там вот если на мокрое наступать, это очень скользко будет. Ну, и здесь мы видим обвалы камней сверху. Потом приходит шторм. Их разравнивает. С этой стороны, видите, сошел небольшой сель. Но море уже забирает оттуда нергель, чтобы его обработать и сделать из него очень гладкий булыжник. Вот здесь прям область нужна очень хорошая. Потому что нету гладкой поверхности. Хотя я наговариваю. Вот сюда повыше поднялись. И здесь прям уже можно прогуливаться более удобно. Отсюда, кстати, можно также пройти до пляжика Шингари. Прогуляться, посмотреть на красоты нашего анапского побережья. Для многих, кто случайно забежит на канал, может быть шок, что это Анапа. У кого-то она ассоциируется только вообще с песчаными пляжами. А здесь мы вам показываем такую картинку, нетипичную для нашего курорта. Но она у нас есть. Причем здесь прогулка даже, возможно, до самой Анапы пройтись очень легко и просто. Нету ни одного забора на пути, который бы вам это помешал осуществить. Единственное, вот такие камнепады в районе Юриной горы тоже имеются. Поэтому надо в хорошие обуви сращать этот маршрут. Я, может, когда-нибудь решусь и пройду его пешочком. И об этом вам сниму видеосюжет. Жалко, конечно, что там везде не работает интернет. Потому что можно было бы прогуляться именно в прямом эфире. Я уже делал маршрут по горам. Проходил, но по горам это... Виды, конечно, очень классные. Вдоль моря тоже интересно. Потому что за каждым камушком открывается красота. Видите, это совершенно другой берег. Здесь такие вот глыбы. Знаете, как будто их кто-то нарезал. Смеси Мергеля с другими видами камня. Породы, правильно сказать. Просто такой вау-эффект, да? Смотришь глазками, думаешь. Вот это да. Вот это разнообразная. Мернообразная Анапа. Я хочу дойти до вот этого угла. Приходится уже скакать буквально по камням. Главное, чтобы никакой под ногами не ушел. А то будем вызывать службу спасателей. Все равно видно, что тут туристы гуляют. Потому что местами прям хорошо утоптано. И отсюда открываются виды. Как раз таки... Вот смотрите. Это Барваровская щель, которую я вам рассказывал. Сюда ближе. Вот так вот примерно пляж Шингари. Ну а дальше дикие места. Даже от той ранги, на которой мы останавливались, можно спуститься в море, друзья. Невероятно, правда? И конца и края не видно всем этим пляжем. Еще и море. Плесется о камне. Ты стоишь такой на обрывчике. Великолепный. Друзья мои дорогие. Обо всем вам рассказал. Пляжи, горы показал. Дай бог нам хороших новостей побольше. Чтобы как можно больше было интересных местей. В плане мотивирующих приезда вашего на обрыв. Сейчас, конечно, всем тяжело. Особенно тем, кто поддерживает наших дорогих солдат. Я благодарю всех тех людей, которые остались рядом и продолжают это делать. Вам однозначно лайки. Трестим пальчики. Не то, чтобы сегодня я все-таки успел с кита забрать посылку. И передать доктору из Луганска. Чтобы это посылось поблаживать помощь. До помощи нашим дорогим солдатам. Вы можете, кстати, позвонить в китае и сказать, передайте посылку Азаровскому в Анапе. По срочному. Надо помочь доктору. Ну, буду верить в чудо. Чудеса случаются. Стою и хочется в море окунуться. Давно я не купался. Прям тянет туда, честно. Наверное, надо в баньку сходить. Еще раз в морскую, чтобы получить это удовольствие. Ну, а теперь не забываем. Вам всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. Вещаем сегодня из Анапы, Суко, Рядочком Большого Твиста, Шингари. И, дорогие друзья, напишите комментарий. Отправьте друзьям. Попросите подписаться на канал. И жду вас всех в других своих соцсетях. Надеюсь, что мы будем вместе с вами вместе. Всем чистого и классного моря в вашей экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok